Всем привет! Прямо сейчас вы узнаете о самых ярких и актуальных новостях от команды Универ Ньюс. Расскажу о них я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Актуальные вопросы Казанского федерального обсудили на заседании ректората. КФУ посетила делегация компании Ford Motor Company. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал студентам КФУ о современном состоянии медийной среды. Очередное заседание ректората в стенах Казанского федерального прошло 15 мая. Что обсуждалось на этот раз, расскажет вам наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Заседание ректората КФУ под представительством ректора Ильшата Гафурова прошло 15 мая в Музее истории КФУ. Первым со своим докладом выступил главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Главврач клиники познакомил собравшихся с результатами, достигнутыми клиникой за год, прошедшей с интеграцией в состав университета. В части переоснащение ее современным оборудованием и трансляцией на практику новейших разработок и методик диагностики и лечения пациентов. Мы избрали для себя точки роста в тех местах, где уже существуют предварительные компетенции. И вот четыре основных направления определили для себя по этапам развития. Это сердечно-сосудистая система в рамках развития хирургических компетенций. В свою очередь ректор КФУ предложил создавать больше площадок для диалога врачей клиники и ученых институтов фундаментальной медицины и биологии, а также других институтов. Вопросы совместных научных исследований. Марат Рашидович, может быть, нам две-три лаборатории сделать по ППК, по типу Open Lab. То есть, чтобы часть там присутствовали сразу действующие, кринистыцы и часть наших ученых. В клинике также разделяют мнение ректора. Например, остро стоит вопрос инженерного и технологического обслуживания закупленного инновационного оборудования. Единица техники в больнице одна, и она вдруг останавливается по каким-то мелочным причинам. То есть, мы сразу откатываемся в каменный век. Например, ангиограф. Это очень здорово, если бы у нас в числе технических работников наших, инженерных службы, то есть, были специалисты, которых обучили бы производители. Важным аспектом является то, что планируется начать базовую подготовку таких специалистов на уровне бакалавриата. Тему развития приоритетных направлений продолжил проректор по научной деятельности КФО Денис Нургалиев. Его доклад был посвящен участию КФО в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы, исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 и 2020 годы. Среди претендентов на госсубсидии от КФО оказались самые разнообразные амбициозные проекты, в том числе получившие определенную известность концепции робота-юриста и персонифицированного медицинского симулятора. Постоянной корректировке нуждаются профессиональные образовательные стандарты, проблема соответствия компетенции современных работников растущему уровню научного и технологического прогресса, а также подготовки будущих кадров, удовлетворяющих этим требованиям, затронул в своем докладе проректор по образовательной деятельности КФО Дмитрий Таюрский. На нынешний момент разработано 960 профессиональных стандартов. Наука хотя бы включена с 2017 года в область профессиональной деятельности, образования и наука. Но при этом квалификационные требования для младшего научного сотрудника, для научного сотрудника и так далее, они не разработаны. Ректор КФО призвал активнее пользоваться исключительным правом Федерального университета на внедрение и реализацию собственных стандартов образования и внедрение новых программ. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Владислав Михневский, Универньюс. Казанский Федеральный посетила делегации компании «Форд Мотор». Участниками встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. Как это было, смотри в нашем сюжете. 16 мая Казанский Федеральный посетили представителей компании «Форд Моторс Компани». Ильшат Гафуров познакомил гостей с историей университета и рассказал о возможности, которые появились у КФО с момента его основания. Ректором КФО было выдвинуто предложение о создании совместных лабораторий и исследовательских центров, связанных с машиностроением. Стоит отметить, что в набережных Челнах Казани уже созданы и работают 9 лабораторий. Днем ранее делегация американской компании посетила одну из подобных лабораторий, которая расположена на площадке инжинирингового центра набережных Челнов и создана по совместному проекту с «Форд Соллерс». Представители «Форд Мотор Компани» заинтересованы в развитии трех технологий – электромобили, беспилотные автомобили и решение проблемы интеграции интеллектуальных систем в жизни общества, то есть так называемой системы умных городов. Подобные направления не являются новыми для университета и уже ведут свою работу на базе КФУ. Казанский федеральный университет очередной раз доказал, что является одним из главных центров инновации в нефтегазовой отрасли не только в Республике, но и в России. О чем говорят сотни специалистов и ученых в области горизонтального бурения в стенах КФУ, выяснила Аделя Шмилова. Казанский федеральный объединил в своих стенах более сотни представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний, а также научных организаций. Поводом для данной встречи стала вторая научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины». Мы решили проводить мероприятие именно здесь по той простой причине, что в принципе данный регион является одним из ключевых, если не ключевым регионом, в котором применяется, разрабатывается так или иначе новые методы. Открывая конференцию, проректор по научной деятельности Казанского университета раскрыл некоторые подробности тех проектов, которые реализуются в рамках стратегической академической единицы «Эко-нефть». На сегодняшний день учеными САЕ разрабатывается целый ряд технологий, которые смело можно называть третьей после горизонтального бурения революцией. Это и проект «Цифровой керн», и создание 3D-моделей целых месторождений, и, конечно же, подземная переработка нефти. Все это призвано повысить эффективность добычи нефти и сделать ее более экологичной. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Радио, телевидение, газеты давно стали привычной всем медийной средой, где работают по давно сложившимся правилам. С появлением социальных сетей стало понятно, что в интернете действуют совершенно другие правила. Каковы современные правила игры в медийном пространстве, рассказал молодым журналистам главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Трудно спорить всем, что соцсети, всевозможные блоги и сайты прочно обосновались в нашей жизни. Какую роль играет интернет? Каково его ближайшее будущее? И какие несут за собой угрозы, казалось бы, безобидные аккаунты? Об этом и многом другом порассуждал с будущими журналистами Алексей Венедиктов. В рамках визита в высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Соцсети являются таким вирусным носителем, правды и неправды, но очень влиятельным вирусным носителем. Главный редактор «Эхо Москвы» поделился со студентами интересными подробностями своей работы, а именно планами открытия нового отдела на площадке радиостанции, которая должна взять на себя ответственность с работой социальными сетями. Решение о создании этой редакции было принято ровно в этот понедельник. И сейчас главное понять, чего я от нее хочу. То есть я хочу всего и многое одновременно. Также Венедиктов отметил, что несмотря на то, что социальные сети уже можно рассматривать как мощное оружие и одновременно как потенциальную угрозу, универсальных и беспроигрышных способов работы с ней пока еще нет. Но в одном можно быть уверенным абсолютно точно. Успеха работы в сети добьется тот, кто научится выбирать действительно нужное и правдивое, отсекая и не тратя время на все остальное. Аделья Шамилова, Ленарта Влитяров, Универньюз. Культурная жизнь КФУ преображается с каждым днем. На сегодняшний день она не стоит на месте благодаря активности учащихся университета. Студенческий коллектив из молодежного театра выступил перед зрителями с постановкой повести «Обоим тяжело». 15 мая состоялась премьера спектакля по произведению Набиры Гимадиновой «Обоим тяжело». Повесть писательницы отражала время советской власти и его тяжелые моменты. Студенческий коллектив КФУ воплотил ее главную мысль, проникнувшись идеей Гимадиновой. Важно заметить, что студенты поставили спектакль своими силами. У них не было декораций и дорогих костюмов. Однако их стремление проявить себя помогло учащимся создать атмосферу советских времен. Форма такой литературно-драматического произведения. И вот на одном дыхании все играют, ну просто потрясающе. Мероприятие проводилось на татарском языке. Это немаловажно для татароязычной части студентов университета. Деятельность театра «Мизгель» направлена на возрождение и развитие национального языка Республики Татарстан. Влада Крайнова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока!